Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать почти невозможное. Спасти жизни сотен, сотен людей. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. О чем террористы говорили в последний день перед штурмом и насколько был необходим силовой захват. 23 октября в 9 часов вечера 40 террористов захватили полный зал театра на Дубровке, когда там шел мюзикл Норд-Ост. В заложниках оказались 912 человек. Террористы выставили главное требование прекратить войну в Чечне и вывести войска. По официальной версии главарем террористов был 23-летний Мафсар Бараев. До теракта он был неизвестен, но входил в бандформирование своего дяди, полевого командира Арби Бараева, который в свою очередь стоял за организацией ряда терактов в Чечне похищениями людей и убийствами. По данным газеты «Коммерсант», несмотря на все преступления, Арби Бараев жил в родном селе и ни от кого не скрывался. А выходить сухим из воды ему помогали покровители из российской спецслужбы. Однако реальной группой террористов на Дубровке руководил другой человек, Руслан Эль Мурзаев по прозвищу Абу Бакар. Как оказалось, он был начальником службы безопасности и фактически владельцем московского Прима-банка. На деньги банка террористы купили машины и оружие. Впоследствии у банка была отозвана лицензия, а во время обыска были найдены фальшивые доллары. В распоряжении The Insider оказались стенограммы телефонных переговоров террористов, которые они вели в последние сутки перед штурмом. На протяжении всего дня они постоянно меняли позицию. Готовы ли отпускать заложников группами или нет, а также постоянно удивлялись, что никто из по-настоящему уполномоченных людей не выходит с ними на контакт. Сейчас приходили журналисты НТВ. Как? Обещали в три часа показать наше выступление. Мы сказали, что мы не террористы. Если бы мы были террористами, мы потребовали миллион долларов, самолет, потребовали коридор. Интервью террористов и заложников телеканал НТВ показал уже после штурма. Между тем, сами захватчики постоянно обсуждали, что хотят поднять шумиху на международном уровне, дать интервью телеканалу Аль Джазира, BBC и голландским журналистам. Рассказать о ситуации в Чечне ООН и ОБСЕ. Мы тут сидим все, думаем. И знаешь, что решили? Не надо отпускать иностранцев и женщин. Не отпускать? Да. А почему ты так решил? Иностранцы нам не нужны. Здесь и так полно людей, кроме иностранцев. Спустя несколько часов позиция звонивших изменилась. Они, наоборот, стали обсуждать, кого именно из иностранцев им выгодно отпустить. Никто из нас не просит выпускать заложников. Но если вас уговорят, мы в дальнейшем можем иметь с этого выгоду. Понимаешь? Да. Именно от Турции. У нас там дружеские отношения. Турков здесь нет. Тогда нам могут быть выгодны и грузины. И грузин нет. Грузин мы отпустили. Плохо. А азербайджанцы есть? Не знаю. Есть украинцы. Хорошо. В общей сложности за три дня они отпустили из зала почти 100 человек. Еще пять были убиты. Террористы ждали звонка от руководителей непризнанной республики Ичкерии, террористов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Но те так и не вышли на связь. Также они очень опасались, что из-за теракта в Чечне начнутся зачистки. Действительно, 25 октября в республике начали задерживать родственников некоторых террористов. Сегодня будем просто следить за обстановкой. Мне нужно следить за обстановкой в Чечне. А как там все происходит? Идет ли зачистка? Уводят ли людей? Кого убили? Если там бомбили, тогда мы сильно разозлимся. Будем резать и выкидывать головы. Такая ситуация. Уже вечером Борис Немцов пытается уговорить террористов отпустить школьников из девятого класса, которые пришли на мюзикл вместе с учительницей. Между тем, обстановка в театре накаляется, и сами террористы между собой обсуждают, что 26 числа перейдут к решительным действиям, если с ними никто из уполномоченных лиц не выйдет на связь. Впрочем, террористы обсуждали, что не стоит первым переходить к силовым действиям, и лучше дождаться, когда это сделают российские силовики. Спустя буквально 15 минут после звонка Немцова Абубакару позвонил уполномоченный представитель в Южном федеральном округе Виктор Казанцев и сообщил, что вылетает к ним на переговоры. Я представитель президента, уполномоченный вести переговоры по всем вопросам, касающимся чеченской темы. Вы согласны на встречу со мной? Согласны будем. Тогда так. Я нахожусь сейчас в Ростове. Первый рейс вылетает отсюда в 7 часов. В 9 часов я в Москве. И в районе 11 у вас. Этот разговор сильно воодушевил террористов, однако штурм здания начался раньше. В половине шестого утра человек с именем Антон пытается дозвониться до Абубакара, но попадает на неизвестного террориста. Во время штурма спецслужбы применили специальный газ. В результате 130 человек скончались. Однако власти так и не признали, что их смерть наступила из-за отравления неизвестным веществом и удушья. Террористы же отстреливались как минимум 15 минут, но так и не взорвали бомбы. Мы там были на Дубровке, и я ввел переговоры с террористами, в частности с Абубакаром, чтобы можно было освободить людей, в первую очередь женщин, детей и стариков, которые там были. Вот Путин об этом знал. Переговоры эти пытался вести и мэр Москвы Лужков. Кстати, это важно, потому что он все-таки мэр города, у него в городе такое творилось, он не мог там не быть. Он там тоже был. И вдруг Путин обратился к нам, к нему и ко мне. Ну, не вместе, а по отдельности. Мы там с просьбой не ходить туда и не вести с ним больше никаких переговоров. Путин. Аргумент Путин стоял в том, что сейчас в Москве есть случайное положение, что правда, что согласно закону о чрезвычайном положении все ответственность за ситуацию берет на себя президент, что правда, и что вы хоть и в оппозиции, но имеется в виду я, тем не менее, вот давайте уж я буду отвечать, потому что это жизнь людей, это там наша безопасность и так далее. И я дурак согласился. Согласился, думаю, ну да, действительно, у нас к нему есть вопросы, а уже тогда этого было разгромлено. Но тем не менее, действительно сейчас такое положение, и я согласился. И переговоры вести перестал. Потом я задал вопрос Волошину, Волошину, который был главой администрации, а знаете, почему Путин так именно к нам и к двуму обратился, чтобы мы прекратили там заниматься этим вопросом. Ответ меня убил. Ответ был такой. Потому что он боялся, что у вас вырастет рейтинг. только отọстился. Продолжение следует... Продолжение следует...